В государственной резиденции Алла-Арча прошло очередное заседание Джугур-Кукинеша. Депутаты повторно рассмотрели кандидатуру Садыр-Джапарова на должность премьер-министра. По итогам заседания парламентарии единогласно утвердили состав и программу правительства. Отметим, в зале присутствовало около 83 нардепов. Указ о назначении премьер-министра и членов правительства подписала и глава государства. Подробности у Айту Кунсулпуевой. Сегодня в государственной резиденции Алла-Арча прошло очередное заседание депутатов Джугур-Кукинеша. Для того, чтобы у граждан не возникали вопросы по поводу легитимности Садыра Джапарова, на должности главы Кабмина нардепами было решено заново рассмотреть программу, структуру и состав правительства. Если нет никаких сомнений, мы готовы полностью утвердить программу, структуру и состав правительства. Если требуется решение комитета, то мы также рассмотрим этот вопрос. В ходе заседания коалиция большинства, состоящая из партии Республика Таджурд, Кыргызстан и Бирбол, утвердила структуру, состав и программу правительства Садыра Джапарова. Глава коалиции большинства Эсо Муркулов сообщил, что решение будет передано председателям соответствующих комитетов, а далее на подпись к Торагадю Куркукенеша. После одобрения коалиции большинства, кандидатура Садыра Джапарова на пост премьер-министра, а также программа, структура и состав правительства были представлены всей палате на общем заседании парламента. Нардепы поддержали кандидатуру нового премьер-министра, однако вопрос о решении суда по поводу судимости Садыра Джапарова не остался в стороне. «У меня есть несколько вопросов. Я не выступаю против вас, однако мы говорим о том, что прошлые заседания прошли нелегитимно. Сегодня мы должны всё узаконить. У меня есть два вопроса. Первый – какое судебное решение вышло по вашему делу?» «Касаемо решения суда, прошлое постановление признано недействительным. Верховный суд вернул дело на рассмотрение. Следовательно, если решение суда признано недействительным, статус судимости отпадает». В ходе своего выступления Садыр Джапаров подчеркнул, что структура и программа правительства не претерпели больших изменений. Единственное, есть изменения в составе Кабмина. Новый состав правительства выглядит так. «Премьер-министр Садыр Джапаров, первый вице-премьер-министр Артём Новиков, вице-премьер-министрами стали Равшан Сабиров, Максат Мамытканов, Аида Исмаилова, руководитель аппарата правительства министр Бактыбек Аманбаев, министр экономики Санджар Мукамбетов, министр финансов Каялбек Мукашев, министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркембек Чудуев, министр транспорта и дорог Бакыт Бердалиев, министр юстиции Марат Джаманкулов, министр иностранных дел Руслан Казакбаев, министр внутренних дел Улан Ниязбеков, министр чрезвычайных ситуаций Бобек Аджикеев, министр здравоохранения Алымкадыр Бещеналиев, министр образования Алмазбек Бещеналиев, министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров, министр культуры, информации и туризма Нурджигит Кадырбеков, председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Джигалбек Сагымбаев, председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Алтынбек Исмаилов. Премьер-министр подчеркнул, что пригласил в Кабмин молодых, образованных, инициативных и незамешанных в коррупции граждан, чтобы новый состав правительства смог работать с удвоенной силой. Нардепы поинтересовались у Садыра Джапарова, за какие вопросы будет отвечать первый вице-премьер-министр. Претендент на пост первого вице-премьера в вашем кабинете Артем Новиков. За что он будет отвечать? Также хотелось бы узнать, как будет решаться вопрос по поводу границ. Артем Новиков будет отвечать не только за экономику, но и за вопросы границ. К нему я буду обращаться по всем вопросам, в которых мне нужна будет помощь. Если говорить иначе, он мой заместитель. Депутаты не забыли упомянуть и о том, что сегодня одним из важных вопросов остается проведение выборов. Нардепы поинтересовались у Садыра Джапарова о том, как и в какое время пройдет избирательный процесс. Сейчас точного и определенного прогноза и обещаний сказать вам не могу. Однако, какое бы решение не было принято, все будет в рамках закона. Если мы проведем новые выборы, все, кто так или иначе будет уличен в нарушении закона на выборах, будет отправлен за решетку. На заседании также был поднят вопрос касательно золотодобывающей компании Кумтурья о привлечении инвесторов в нашу страну для развития легкой промышленности и не только. Вы хорошо знаете все проблемы, связанные с Кумтором. Есть ли у вас какие-либо конкретные решения? И второй вопрос – как вы будете привлекать инвесторов в нашу страну? Хочу отметить, что Кумтор 100% работает на благо государства. Касательно вопроса инвесторов, всех зарубежных бизнесменов, которые желают инвестировать в нашей стране, мы будем встречать с удовольствием. Дорога для предпринимателей открыта. Отметим по итогам заседания. После формата вопрос-ответ парламент единогласно утвердил программу, структуру и состав правительства. Соответствующее решение было принято по итогам голосования. Далее документ был направлен к главе государства. В свою очередь президент Сурумбаджиембеков подписал указ о назначении премьер-министра и членов правительства. После подписания указа премьер-министр Садрджапаров провел пресс-конференцию для стресс массовой информации, в ходе которой ответил на ряд важных вопросов. В частности, у нового главы Кабмина поинтересовались, почему в новом составе правительства мало женщин. Обязательно в состав правительства будут включены женщины. 30% женщин должны быть в составе Кабмина. К сожалению, в связи с ситуацией не все вопросы рассмотрены. Два дня назад я собрал аппарат и дал задание найти молодые профессиональные кадры. Это то, что мы успели за два дня. Пользуясь случаем, хочу сделать обращение к кыргызстанцам, которые работают в зарубежных компаниях с предложением вернуться на родину и работать ей во благо. Ранее в правительство приходили по знакомству, и работа тянулась назад. Как раньше не получится устроиться на работу в правительство по связям или знакомству. Я приглашаю образованную молодежь на работу. Также на конференции премьер-министр сообщил о том, что в паспортах кыргызстанцев вновь появится графа «национальность». Теперь кто захочет, тот будет указывать свою национальность. Кто нет, пусть не указывает. По техническим причинам паспорта нового образца начнут выдаваться через 90 дней. Отметим завтра. Как сообщил премьер-министр Садурджапаров, пройдет экстренное заседание правительства. На совещании будут рассмотрены вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду и второй волне коронавируса. Айдол Кунсулпоева, Джанадил Абубакирул, ОЛТР, Бишкек.